Простыми словами и красивыми кадрами о том, что интересного происходит в нашем большом и стильном городе. Это Бьюти Тайм на 31. Всем здравствуйте. Шоу Ту Сайдс собрало в Челябинске более сотни невероятно стильных людей нашего города. Что касается самого показа, то он был под стать публике. Подробности в нашем репортаже. Объединение разных черт каждой девушки, она вдохновила на саму коллекцию. Это бренд, который всегда задает очень высокую планку. Однозначно платье. Сейчас пойду мерить с ремнем. Все красивые, интересные, стильные. Сегодня здесь будет шумно, сегодня здесь будет стильно. Пространство 360 градусов. Сегодня встречает шоу бренда Ту Сайдс. Если говорить вообще с самого начала, то в 14 лет я просто засматривала фэшн тиви. Я, мама просила мне все шить. Мы даже там вязали трикотажные вещи по каталогам. И постепенно я просто эта дорожка творческая шла, как стилист вначале. И потом в один момент пришло решение, что нужно делать вещи, которые ты просто не можешь найти в магазине, которые тебе хочется носить, видеть на твоих клиентах, а их просто нет. И так и пришла идея создания бренда. Сузанна является моей клиенткой уже много-много лет. И когда она первый раз ко мне пришла, точнее, ну не первый, там какой-то, села и говорит, я хочу стилистом попробовать поработать. Я говорю, Сузанна, ну давай, в общем, это так круто. И в итоге вот что из этого вылилось. Поэтому я теперь ее клиент. Супер, супер. Мы с Сузанной тоже знакомы очень давно, еще пять лет назад. И, конечно, я пришла поддержать. Девчонки пригласили меня на мероприятие. Очень стильно, красиво. Сузанна, на самом деле, это бренд, который всегда задает очень высокую планку. Мое первое знакомство произошло как раз с момента первой коллекции. Первая коллекция тоже была представлена очень феерично, был невероятно красивый показ. И с тех пор я с брендом дружу, сотрудничаю, обожаю их вообще за все их креативы, за все их идеи. Мне кажется, мы в одинаковых юбках. Да, да, это она, это та юбка из коллекции, юбка Макси, мне кажется, которая сейчас супер актуальна. Я прямо ощутила себя на неделе высокой моды в Париже. Теперь надо подписаться на обновления и обязательно ходить на все показы. Супер коллекция, очень понравилось. Спасибо Сюзане. Совершенно случайно и слава Богу, что я познакомилась с этим брендом, потому что я влюбилась в первое взгляд. Я первый раз была на подобном показе, еще первый раз была на показе, и это прям вау. Знаете, я под впечатлением, я вообще не из Челябинска, я чисто случайно здесь проездом. Я действительно под впечатлением, насколько здесь все красивые, интересные, стильные. Роскошь быть женщиной состоит в том, что можно себе позволить оставаться разной, сильной или чувственной, собранной, деловой или расслабленной. Как вариант, даже не выбирать или-или, а объединить все в одном образе. Коллекции Two Sides как раз об этом. Я сегодня хочу быть более дерзкой, более сексуальной, а сегодня я хочу быть более спортивной, либо более закрытой. Поэтому вот эта вот синергия объединения разных черт каждой девушки, она и вдохновила на саму коллекцию и на название этого показа. Ты можешь быть слабая, ты можешь быть сильная, ты можешь быть разная каждый день. И все в тебе присутствует, и ты всегда можешь проявляться любой своей стороной. Мне кажется, вот это вот шикарное красное платье на сезоне, это самый просто обалденный образ. Однозначно платье сейчас пойду мерить с ремнем, черное, которое с золотым. Мне понравилась косуха, жакет с интересной спиной и кутер вареный, классно. Уникальность этих коллекций в том, что они подходят многим. Можно выбрать готовое решение, например, стильный костюм и оставаться в тренде, а можно собрать смелый лук из нескольких капсул и стать неповторимой. Стилистический потенциал Two Sides позволяет и то, и другое. Имидж-клуб Светлана и модельное агентство Exclusive Kids приглашают девочек от 5 до 14 лет принять участие в 19-м городском конкурсе «Бэйби-модель-2023». Подробности и запись на кастинг по телефону 263-57-37. Приглашаем к сотрудничеству партнеров. Наше весеннее телевизионное преображение вышло на новый уровень. Участницам были проведены пластические операции по омоложению. Но обо всем по порядку прямо сейчас. Ну, в принципе, я не планировала к полумерам, я решила дождаться меру. Наша прекрасная пациентка, готова для оперативного вмешательства. Я посмотрела гороскоп, все прям самый лучший день. То есть вот этот лоскут будет удален, да, и таким образом мы сможем приподнять пациентке верхнее веко. В верхнее и нижнее веке – это уже 4 операции. Правая сторона, левая сторона лица – это, получается, 6 операций. По итогам кастинга было принято решение показать 2 операции по омоложению. Запросы, с которыми обратились пациентки, схожи. Однако для каждой будет индивидуальный подход, исходя из анатомических и других особенностей. Мы сделали выбор этих именно участниц, потому что женщины среднего возраста, и у них показания идут к верхней и нижней блефаропластике, к хирургическому лифтингу лица. Также показания к малоинвазивным, но современным технологиям, в виде вот игольчатого РФ. Это самая востребованная операция и процедура в течение всего года. То есть это не имеет сезонности совершенно. Это самая популярная операция. Поэтому мы решили показать нашим женщинам, что эти операции достаточно часто выполняются, как пациентки наши будут себя чувствовать, что это не страшно. И поэтому наш выбор мы остановили именно на этих двух девушках. А еще в рамках нашего проекта мы подробно покажем процесс восстановления, который также будет проходить с применением косметологических инноваций. Да, наши процедуры по восстановлению, по реабилитации, безусловно, подходят всем пациентам, кто прошел оперативные вмешательства, скажем так, это пластическая хирургия, либо, ну, неважно, в хирургии после оперативных вмешательств всегда остаются швы, которые пациент хотел бы скрыть, и чтобы они были незаметны. Либо убрать отечность, убрать красноту, поработать со швами, если это лицо, то переорбитальная область и так далее. Собственно, чтобы ускорить заживление и минимизировать какие-то последствия после оперативных вмешательств. И объективно, и субъективно мы видим, что, естественно, после наших операций процедуры пациентки будут выглядеть свежее, моложе, при этом не потерять свою индивидуальность. Итак, сегодня под прицелом телекамер на операцию отправляется наша первая героиня Наталья. Я работаю фитнес-инструктором уже больше 30 лет. Это не спорт высоких достижений, это удовольствие. И я продолжаю тренироваться и активно вести тренировки 7 дней в неделю. Помимо еще у меня есть свои увлечения, большой теннис, танцы. То есть я подаю пример, что возраст – это условно, то есть я всегда меняю цифры местами. Наталье 52 года. Лет 6 назад она уже делала хирургическую коррекцию век. А вообще в течение жизни отношение к пластическим операциям менялось. Начиная со школы мне не нравился свой нос, и потом дальше после родов – это грудь. И я понимаю, вот чем взрослее, ты понимаешь, что это можно до бесконечности. Стас, достас. Да, и очень нос я сделала своей вообще. Это моя отличительная черта. Никогда его не буду переделать. Все, что связано с грудью, главное, чтобы она была здоровая. Но вот тоже никогда не хочу вот такого вот… Это уже такие более серьезные вмешательства. А сделать определенную коррекцию на лице, причем, ну это же просто как лишняя кожа. У меня генетическое строение верхнего века, что вот этот птоз образуется. Есть люди, у кого вот оно всегда высокое, поднятое. И получается такой, знаете, печальный такой взгляд. Внешний вид для моей работы – это важно. Вот как я буду выглядеть. Поэтому, конечно, я к тому, что изменилось мое… Мои желания в приоритете здоровья. Итак, сегодня у нас наша прекрасная пациентка, готовая для оперативного вмешательства. Мы делаем предоперационную разметочку. Эта разметка делается перед операцией. Вторая, более четкая, делается уже непосредственно в операционной. У нас в планах выполнить верхнюю билатеральную блефоропластику. Билатеральную, то есть с обеих сторон она выполняется. То есть вот этот лоскут будет? Удален, да. И таким образом мы сможем приподнять пациентке верхнее веко именно наружный угол глаза, который ее беспокоит в данный момент сейчас. Видите, складочка формируется, которая ей не нравится. Поэтому глаз получается более миндалевидный, более красивый, более изящный. Нижняя века достаточно простой вариант у нашей пациентки. То есть здесь мы будем делать эридропировку кожи. Чуть-чуть изменим вектор. Все, здесь жировых грыж нет. Так как бы в пластической хирургии считается достаточно простой вариант блефоропластики. Делаем разметочку самого фейслифтинга. То есть что нам не нравится пациенту? Пациенту не нравятся так называемые морщины-марионетки, которые формируют брыль. То, что у нас нарушает овал лица. Разрезы у нас будут в достаточно скрытых зонах. Первое время рубчики розовенькие, они видны. Но потом они носят высокие хвосты через полгода. И рубцов уже не видно. Потому что я смотрю даже после рубцевания, рубцы на верхних веках, после блефоропластики, у него очень хорошие нормотрофичные рубцы. Соответственно, здесь то же самое будет. Также мы будем формировать, так сказать, укорачивать смаз. Это поверхностная мышечная система. Чтобы личико у нас было более натянутым. И более натянута линия подбородка вместе с области шеи. То есть это такое, так сказать, за одну операцию мы решаем три проблемы. То есть предварительно мы понимаем план нашей работы. Интересный факт. С точки зрения болевых ощущений, пластические операции на лице переносятся легче, чем, например, последствия лазерных шлифовок или нитевого лифтинга. Казалось бы, малоинвазивные манипуляции. А болит после них сильнее. С тем, что это связано, с тем, что идет, когда мы работаем, особенно, например, в области лица. То есть мы пересекаем нервные волокна. Потом они из-за отека потихонечку не восстановятся. Чувствительность восстановится. На первые до полугода в норме у пациента беспокоят даже нарушение чувствительности. То есть поэтому это очень комфортная операция на самом деле. За одну операцию мы решаем три проблемы. Средняя часть лица, овал лица и у высшие. Ну все, и мы с пациентом теперь уже встретимся только в операционной. У нас все должно быть стерильно. Операция проводится под общим наркозом. Пациент спит. На мониторе наши доктора, анестезиологи, анестезистка видят полностью все системы жизнеобеспечения пациента. Насыщенность крови кислородом. Даже фаза его сна, так скажем. Поэтому здесь невозможно каких-то таких непредсказуемых состояний. То есть это все контролируется анестезиологом, врачом. Сейчас мы повторяем нашу разметку. Как я говорила уже, под хирургическими лампами. Она уже более тщательная, основательная. Вся операция длится 3,5-4 часа. Первый этап – работа с веками. Затем с овалом лица. Сейчас мы закончили проведение верхней, нижней, билатеральной блефаропластики. Сейчас мы начинаем фейслифтинг. СМАЗ фейслифтинг. Это достаточно обширная операция. По устранению избытков кожи, поднятию области брыли, более аккуратной части подбородка и удаление избытков кожи шеи. То есть, по сути дела, она включает в себя несколько операций. То, что у нас у обывателей называется «просто сделала пластику», у хирургов считается совсем по-другому. Ну, можем посчитать даже так. В верхней, нижней веке – это уже 4 операции. Правая сторона, левая сторона лица – это, получается, 6 операций всего. На одном пациенте. Лицо – очень сложная структура. Шея, очень крупные сосуды находятся, нервы. И, конечно, здесь надо очень аккуратно производить отсепоровку кожи. То есть, мы должны полностью кожу освободить от связочного аппарата лица. После этого мы приступим к работе непосредственно над СМАЗ, так называемой поверхностной мышечной системы лица, которая формирует как раз вот эти вот, из-за так же, из-за гравитации, из-за растяжения связочного аппарата лица, формирует брыли. Поэтому женщина выглядит немного, ну, принимает такой возрастной вид, и женщина не нравится сама себе. Собственно, ради этого и придумали эстетическую хирургию, чтобы у женщин, да и у мужчин тоже, была возможность выглядеть привлекательнее и чувствовать себя счастливее. Сегодня у нас первая перевязка. Пациентка чувствует себя хорошо, да? Ночь прошла хорошо у вас, благополучно все. Сегодня мы можем после перевязки отпустить пациента домой. Во-первых, ничего не болит. То есть это не как какая-то операция, там, на какие-то органы, где болезненные ощущения. Поэтому ощущение, вот просто вот дискомфорт из-за бандажа, в котором нужно будет ходить. После реабилитационный период состоит у нас из нескольких этапов, и начинаем мы его в первый день после операции. Если вы знаете, что такое зумба, значит, наверняка вы неравнодушны к здоровому образу жизни и латиноамериканским танцам. А о том, как челябинские поклонники зумбы отметили, если можно так сказать, свой профессиональный праздник, расскажем прямо сейчас. Кажется, мы сожгли больше тысячи калорий, просто став свидетелями этого события – благотворительного танцевального фитнес-класса. Организатор мероприятия – реабилитационный центр «Лапа надежды». Все вырученные средства пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Это наш первый проект именно в сфере танцев. Существуем мы с 2021 года как организации, и у нас много разных проектов для детей-инвалидов и для их родителей. Один из проектов «Ресурс», сейчас который у нас действует, это профилактика эмоционального выбирания для семей, воспитывающих детей с ОВЗ. И одно из направлений в этом проекте – это идет зумба. Мы принимаем участие в этом мероприятии в качестве команды зумбы. Мы здесь расслабляемся, забываем о наших проблемах и заряжаемся эмоционально. У меня двое детей, получается, с аутизмом, и у нас каждый день одно и то же, одно и то же. Каждый день встаешь с ними, а ресурс помогает нам, получается, выйти из этого состояния. Мы начали следить за своим питанием, мы начали по-другому вести, мы посещаем время именно себе. Мы вспомнили, что мы женщины. Мы как-то стали более сплоченные, жизнерадостные, легкие на подъем, и много открылось скрытых ресурсов в нас. Мне они помогают чуть-чуть расслабляться, отключаться от бытовых проблем. Темп благотворительному празднику задают представители танцевальных направлений зумба и сальсейшн, а также их студенты. Именно в проекте «Лапа надежды» я работаю с родителями, у которых детей с ОВЗ. У меня как инструктора зумба-фитнес я учу их танцевать, я учу их раскрепощаться, я учу их чувствовать себя уверенно. Это очень здорово, то, что все мы можем помогать деткам и помогать фондам нуждающимся, ну это очень классно. Я поговорила со своим коллективом, кто у меня занимается, с родителями, с детьми, все захотели поддержать. Сегодня люди объединились, чтобы вот это добро, энергетику подарить всем, кайфануть от этой атмосферы и к тому же сделать благое дело. Куча харизмы, куча энергии, которая просто передается всем людям, они зажигаются. Атмосфера классная, драйв вообще, наполняющая жизненной энергией. Поднимается настроение и сразу столько сил появляется, и совсем другое, домой приходишь совсем другой, как обновленный какой-то. Благодаря вырученным средствам ребята из центра «Лапа надежды» будут все лето проходить канистерапию бесплатно. Это такой метод лечения с использованием специально отобранных и обученных собак. Хорошо провести время в приятной компании, да еще и с пользой для тех, кто в этом нуждается. Мы только за! Мы не знаем своих льгот. Выставить счет, закрыть счет, сдать декларации, ищите грамотного специалиста. Все разделено, все четко. В поисках дополнительного дохода многие люди становятся предпринимателями. И если все складывается удачно, рано или поздно возникает вопрос о ведении бухгалтерии. Это Анна Косинкова, специалист по маркетингу и рекламе. Когда ее увлечение соцсетями превратилось в бизнес, возникла необходимость ведения бухгалтерии. Аня, расскажи, пожалуйста, свою историю, как твой бизнес развивался именно с точки зрения бухгалтерии и всех налогов. Несколько лет назад я поняла, что мне нужно открывать ИП для моего рекламного агентства, и я была в поиске грамотного бухгалтера. Обращалась к частным бухгалтерам, у меня был неудачный опыт работы с таким бухгалтером. Вызвали в налоговую, в которую пришлось идти и объясняться, почему мой бухгалтер сдал неправильную отчетность. Я приняла решение пойти на консультацию. Для меня, как для регионального ИПшника, консультация проходила в онлайн-формате. Обсудив все моменты, я им дала полный доступ к своему ИП, потому что я абсолютно не понимала, на какой системе мне его вести. То есть упрощенная система, как самозанятый работать. Они мне предложили упрощенную систему 6%, и теперь, то есть на протяжении уже более двух лет, мы работаем с ними. Я работаю с ними как клиент и работаю с ними как сотрудник. Как выстроена работа в этой компании, почему все очень эффективно и очень удобно? На сегодняшний день в компании более 250 бухгалтеров, и соответственно у ИПшника, который приходит к ним на обслуживание, у них нет проблем в том, что нужно выставить счет, закрыть счет, сдать декларации. То есть там настолько все за годы работы отработано, что я как клиент не испытываю неудобства, которые у нас жизненные, как говорится, заболел, ребенок заболел, уехал отдыхать, ушел в декрет или что-то еще случилось. Все разделено именно по сферам, то есть, к примеру, строительная сфера к одним, ООО к другим, производство к третьим, акционерные общества ведут четвертый, и на каждого бухгалтера есть замена. То есть нет такого, что у одного бухгалтера все вместе, и те, кто продает, те, кто производит, те, кто просто оказывает услуги. То есть нет, здесь все разделено, все четко. Мы не знаем своих льгот, мы не знаем вообще в целом, как правильно вести бухгалтерию, мы не имеем понятия, как уменьшить налог. По собственному опыту скажу, что в регионах бухгалтерия у нас страдает, но это я испытала на себе, и бухгалтера многие не знают точно так же, как взаимодействовать с той же самой налоговой. Компания, в которой я обслуживаюсь, знает все эти нюансы, взаимодействует сама с госорганами, за меня сдает отчетность, уменьшает налоги, и еще мне говорит о том, что у нас есть такая льгота региональная, которую мы можем использовать под твой бизнес. Ищите грамотного специалиста, который будет вас вести, вас направлять и вам помогать в вашем финансовом вопросе. Здесь экономить не нужно, сэкономят за вас, зная все ваши льготы, права и правильное ведение бухгалтерии. Вы смотрите Beauty Time, программу о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Вы когда-нибудь слышали про ткани из конопли? Сделать шикарное платье с ярусами. Из него очень красиво будет платье-рубашка. Эксклюзивные ткани от фабрик, которые работают с известными домами моды, это как произведение искусства. Здесь уникально все. От качества сырья и высоких технологий производства до дизайнерской мысли. Сегодня о тканях мы говорим с дизайнером люкс-отелье Екатериной Клименко и директором салона тканей Тесура Екатериной Мочиловой. Из такого шелка можно шить костюм, брючатый, в пижамном стиле, очень яркий, выразительный. Здесь в создании используется несколько техник. Это отравление и печать на шелке. Здесь прозрачный эффект и размытый рисунок. В сегодняшней моде особое значение уделяется идее женственности. На фоне андрогенности и оверсайза очень изысканно выглядят струящиеся ткани и цветочные принты. Не обязательно это платье, костюмы, рубашка и короткие шортики для лета. Помимо романтики, дизайнеры предлагают геометрию, акварельные разводы и авторские рисунки. Кстати, некоторые текстильные производства привлекают к созданию принтов известных дизайнеров и мастеров живописи. И, как в нашем случае, создают авторские коллекции тканей. Мы нашли два принта, которые можно соединить в одном, в каком-то красивом образе замиксовать. Сделать шикарное платье с ярусами или какую-то потрясающую рубашку. Сейчас вот этот стиль, когда изделие состоит из блоков, он очень популярен. С тех пор, как Коко Шанель ввела в моду твид, он так и не уходил из моды надолго. Конечно же, в летних вариантах особенно популярны твиды в пастельных оттенках. Когда мы шьем изделие из твида, то мы можем подобрать любую фурнитуру, украсить изделие, сделать его необычным. Сейчас актуален джинсовый тотал-лук. Из ткани деним можно воплотить любую свою мечту. Это может быть и брючный костюм, и платье, сарафан. Это как белый холст. Мы можем здесь подобрать в качестве отделки интересные нашивки, металлическую фурнитуру. Поскольку в тренде сегодня все экологическое, этому следуют и производители тканей. Известные компании создают, например, ткани из конопли. Это нечто среднее между хлопком и льном, но немного мягче, чем хлопок, и не так сильно мнется, как лен. Еще один пример – полотна из хлопка сырца, собранного вручную. Такой сбор считается более чистым и качественным. Можно использовать этот плотный хлопок с ленским кружевом в какой-то спортивной модели? Как ты думаешь? Можно. Мы часто шьем полностью из кружева бомбер, например, либо плащ, либо жикет. Итак, эскиз готов. Для модели мы выбрали плотный хлопок сливочного цвета с красивым ботаническим рисунком и кордовое кружево в тон. Легкий лен в клетку, тут такой вот едва видимый рисунок, в клеточку слегка вытянутый, французское окно называется. И вот тоже из него очень красиво будет рубашка, платье-рубашка, какой-то легкий летний пыльник. Такая льняная ткань тоже считается органической и даже гипоаллергенной. К ее производству особые требования. Семена льна не должны содержать ГМО, а также не допускается обработка плантаций химикатами и пестицидами. Экологично, эстетично и очень харизматично. Все это про индивидуальный пошив, который не просто делает гардероб полноценным, но еще и украшает. Познакомиться ближе с героями наших выпусков можно на наших страницах в соцсетях, вы их видите на экране. Всегда рады обратной связи с вами, а на этом все, до встречи. Наш стильный партнер – имидж-студия Елены Ивановой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok